По музею ножками-ножками. Давайте Малевича. А можно теперь другое? Гогена. Вот. Чешусь. Детей не снимай. Если вам не нравятся модернисты, вы просто не умеете их готовить. О, это прекрасно. Есть рецепт, как правильно приготовить Гогена, с чем подать Модельяне и подо что подходит Дега. Очень круто. Берем не новую идею, хватаем за ласканой известного художника. Выводим его работы-инсталляции на стену. Привет детским диафильмам. Снабжаем это треком Адама Хёрста, не путаем с художником. Пишем на афишах, что это вау. Садимся, ждем ажиотажа. Это не испанский проект, это автолист, который мы хотели как партнеры сделать его здесь, но они слишком были дорогие, порядка трехсот тысяч. Подумал, что реализовать его смогу сам, придумать что-то более расширенное. Ну, я думаю, немножечко обиделись, не знали, что я делаю похожую выставку, позвонили мне, но я сказал, что ребят, мы запускаемся сами. Не буду в цифрах, да, это больше ста, гораздо тысяч, все мероприятия, потому что пришлось там все купить. Это мой проект. А нам без разницы, мы просто смотрим и наслаждаемся прекрасно. В первые же дни выставку посетили все представители СМИ и те, кому нужно, как всем. Ажиотаж продолжает. Только за выходные выставку посетило около двух тысяч человек. Всего здесь представлено 16 художников, и это более 150 работ. Каждый художник идет под свой трек. Здесь, кстати, знаешь, какая особенность? Не ты ходишь по музею, а музей ходит вокруг тебя. Можно сесть на одно место и увидеть всю экспозицию. Это самый классный зал. Пойдем здесь. О, смотри, сколько мест. У этой выставки есть особенность. Сюда лучше приходить тогда, когда мало людей. Приходите в самом начале, вот в 10 утра, почти никого нет. Сидеть и медитировать. На сайте, кстати, указано, что время работы достаточно гламурное. С часа дня. Ничего подобного. Выставка открывается в 10 утра. Можно, кстати, попасть на индивидуальный сеанс. Но задорого. Очень дорого. Но можно. Но дорого. Организаторы выставки позиционируют мероприятие как семейное. И сюда действительно стоит прийти с детьми. Вопрос, с какого возраста детям здесь будет интересно. Но я рекомендовала бы попробовать лет с трех. Потому что шоу оставит на них неизгладимое впечатление. При самом плохом раскладе вам просто придется отсюда уйти с рыдающим ребенком, а билет пропадет. Ну, как бы, дети вообще не дешевый проект. Этот, кстати, проект тоже не дешевый. Больше 100 тысяч – это точно. Мой совет. Перед тем, как идти на эту выставку, почитайте немного и про самих художников, и об их судьбе, и о том, что они писали, как они писали, какие известные работы они оставили после себя. Тогда здесь можно получить еще больше удовольствия. Просто даже узнавая какие-то фрагменты и детали. Это красная конница Малевича, я узнала. Мадилиане, кстати, шикарно начинается, Мадилиане, прям шикарно. Смотри, собачка. Особенность современного общества – нам очень сложно воспринимать статичные картины, висящие в музее. Нам нужно шоу. И шоу нам предоставили. Что такое оказаться внутри картины Ван Гога? Вот. Ой, я сейчас буду плакать, я такая растроганная. У меня прям... Один сеанс длится час, но это не значит, что вас после этого выгонят. Можно купить билет и просидеть, например, здесь три часа. Выставка открыта до 10 сентября, и торопиться на нее не стоит. Подождите, пока пройдет ажиотаж, схлынет вся эта толпа, и вы придете и спокойно насладитесь прекрасным среди прекрасного. Я шла сюда очень скептически настроена. Я думаю, сейчас приду, раскритикую, скажу, что не стоит вообще ни времени, ни денег. Но объективно мне нечего плохого сказать. Так получилось. Продолжение следует...